Я верю. Так называется новая книга североказахстанского писателя и поэта Михаила Гвоздева. Она включает в себя лирические стихи, рассказы, мистику, фэнтези и другие жанры. Книга предназначена для широкого круга читателей. На ее презентации побывала наша съемочная группа. Он неверный град, и идет над землей. Сильный, классный, как сотни солдат. Закрывает пространство слепой стеной. Самый четкий может быть рак. Михаил Гвоздев читает стихи из своей новой книги «Я верю». Его внимательно слушают собравшиеся преподаватели русского языка и литературы, работники библиотек, представители молодежных организаций. В этой книге Михаил собрал лучшее из своего творчества. Основная тема произведений – это любовь, любовь к жизни, любовь к девушке, любовь и надежда, и вера. Называется «Я верю». Писать Михаил Гвоздев начало все в 14 лет. Сейчас ему без малого 33. В его творческой копилке немало произведений и стихов. Они публиковались в североказахстанских газетах и журналах, таких как «Провинция». Семь лет назад Михаил стал инвалидом первой группы, перестал ходить, но он не пал духом, продолжил писать. Именно поэтому книга получила такое название. «Людям донести свои мысли, чтобы узнали, о чем я думаю, о чем я хочу сказать, потому что эти мысли, они не какие-то там страшные, опасные, а наоборот это светлые». В этой книге не только лирические стихи, рассказы, но и сказки, мистика, фэнтези. Тираж ее – 100 экземпляров. На реализацию автор сборника потратил 100 тысяч тенге своих средств. Надеется, что его произведения будут пользоваться читательским спросом. Вырученный от продажи книг средства намерен потратить на лечение. Стоимость одного экземпляра – 2000 тенге. Сегодняшняя презентация дает возможность Михаилу Гвоздеву обратиться к общественности за помощью в реализации его книги. И сегодня, благодаря таланту молодых липов, с ограниченными возможностями, они могут самостоятельно зарабатывать. В завершении презентации – музыкальный подарок собравшимся от творческого объединения «Союзавтор». Денис Севков, Владимир Боровков. Новости МТРК.